Ну что ж, всем привет, друзья! С вами Джинс, и сегодня мы продолжаем играть в Сталкер Тень Чернобыля. Я очень рад, что вам понравилась эта игрушка. Прошлый эпизод набрал большое количество комментариев, огромное количество советов, к сожалению, огромное количество спойлеров. Все ребята, которые писали спойлеры, я заблокировал. Я сразу сказал, что не нужно говорить мне, что будет дальше. Очень интересно самому понять, что да как. А вот насчет советов я не против. Одним из советов был комментарий о том, что, короче говоря, нужно забраться на вот эту крышу и прыгнуть на следующий дом. И тогда там где-то должен быть что-то около бронежилета, какого-то очень клевого, поэтому сейчас мы попробуем его забрать. Я сразу же снимаю с этой крыши, потому что я потратил кучу времени, чтобы на нее залезть. Минут, наверное, три, поэтому я решил это скипнуть. Там, короче, вот отсюда разбегаешься, прыгаешь, а из-за того, что я не особо шарю прыгать, скакать, мне пришлось потратить кучу времени. Главное, чтобы я сейчас с этой крыши смог на ту перепрыгнуть. Мне бы так прыгать, слушайте. По поводу прошлого эпизода, что мы сделали? Мы появились на зоне, выполняем задание Сидоровича, чтобы он нам помог со стрелком, и пока что все. Я не буду выполнять сразу же основные задания. Так, давайте включим фонарик, посмотрим, где же тот самый бронежилет. Тут ничего нет. Выполнять будем дополнительные задания, потому что я хочу прокачаться, я хочу быть уверенным в том, что я смогу дальше идти. Без всяких проблем, где бронежилет, тут же ничего нет абсолютно. Так, вижу сундук какой-то. Ну-ка, я смогу его вот так вот достать? Не, а, наверное, пистолетом все-таки надо будет. А ну-ка. Да, есть бронежилет, нифига себе, действительно. Так, давайте посмотрим на его характеристики, что он из себя представляет. Комбинезон наемника, 6 тысяч рублей, нифига себе. Все, теперь я наемник. А это можно продать? За тысячу, дешево. А еще я поубивал артефактов. Кстати, у Сидоровича есть задание, которое называется Медуза. Я думаю, что если я возьму этот задание, я просто отдам ему артефакт, и задание будет выполнено. Поехали. Так, оружие я убираю, все нормально, дружище. Погнали к Сидоровичу. Будем брать дополнительное задание. Пока что я не буду брать сюжетное, потому что, опять же, я хочу прокачаться. А что ты целишься у меня? Я думал, мы друзья. У меня пока что на зоне только один друг, Толик, которому я аптечку дал. Остальные, что-то, нейтралы сплошные. Вон там вот, видите, зеленым горит Толик. Интересно посмотреть, у меня поднялся хотя бы немножко уже рейтинг. Да, у меня уже 18, ребята. Видите, 18. Я уже скоро догоню. Ника Мотор, а имена тут у них, конечно, вообще. Жора Батон. Понятно, короче, группировка в свободу. У нас пока нет группировки. Вступать мы в группировку пока что не собираемся. Так, а что это все не разло? А, здесь нельзя оружие доставать. Я понял. Здравствуй, Сидорович. Ну да, как видишь. Так, для начала. Спецзадание мы не будем выполнять, потому что оно продвинет нас дальше по сюжету, а нас-то не волнует пока что. Давайте поторгуем. Что, кстати, еще вы мне написали очень полезный совет, что нужно постоянно разряжать оружие. Так, 606 забирай. 227 патронов. Обалдеть. Жаль, что он патроны не продает. Значит, насчет радиации. Я в прошлом эпизоде одевал артефакты, у меня повышалась радиация, я их не одевал дальше. Мне сказали, что водка и антирадиционные препараты, разумеется, снижают радиацию. Нужно еще еды купить. Палка колбасы 100 рублей стоит. Хлеб 40 рублей. Ну, понятно, короче. Так, потому что, знаете, здесь иногда нам хочется кушать. У меня некоторые модификации установлены. Я сразу говорил это в первом эпизоде. Но в основном они интерфейсные и графические. И я не знаю, я скачал какой-то комплит пак, вот. Так что именно геймплейных изменений здесь не должно быть. Вот так бы всегда. Так. Давай, Сидорович, есть ли у тебя задания? 6 заданий. Просто обалдеть. Найти артефакт Медуза. Так, мне тут один человек с большой земли заказал Медузу. Работа не пыльная, деньги небольшие. Зато вернёшься быстро, соглашайся. Я берусь. Так. Я по поводу задания. Найти артефакт Медуза. Получено 1500 рублей. Потеряно Медуза. Вот так вот выполняются задания просто. Так. Мне нужна работа. Найти артефакт Каменный Цветок. У меня, по-моему, Каменный Цветок тоже есть. Если я не ошибаюсь. Пожалуйста, ребята. Вот так вот выполняются задания. Серьёзно. Каменный Цветок мне, по-моему, как раз-таки дал за броню парень, у которого я задание выполнил. Так. Что ещё у тебя на примете есть? Убить торгового представителя. Притащить хвост псевдо-собаки. Найти артефакт. Ломать мясо. Устранить двух бандитов на свалке. Это для меня. Гранату, которую дают. Недавно одно из лучших мест зоны стало недоступным для любителей прекрасного. На свалке... Угу. Именно на свалке есть закуток. Вроде ничего такого, но тебя покидает печаль, у которой ты забываешь о грязи, о деньгах, о крови. Точнее, забывал. Поэтому, что теперь там сидят два грязных урода, которые грозят пустить кровь каждому, кто не заплатит им за посещение этого края. Устрани их. Мне туристу водить некуда. Я берусь, чувак. Так. Ну что ж, поехали. Я думаю, можно сразу взять все задания. Мало ли они там близко друг к другу будут. Мне нужно задание. Есть что на примете. Убить торгового представителя. Прикинь, ты недалеко крутится какой-то чудак, который представляет самым торговым представителем. Обманывает всех, да? То есть пользуется, значит, моей репутацией. Что он себе позволяет, Сидорович? Ну, устраняем его, правильно? А потом толкает некондиционку. Я вообще не знаю, что это. Сломанные стволы. Я понял. Стволы нужно разряжать. Я это запомнил. У меня в прошлом писательстве была куча просто макаровых, и ни один из них я не разрядил. Я все продал. Так. Пару разборок снимали. Короче, мне нужен человек, который пообщается с торговым представителем. Плоп. Да. Так. Я берусь. Так. Еще. Есть задание. Найти артефакт. Есть заказ. Артефакт нужен, чтобы рано лечить мог. Называется ломать мясо. Циклинка у них какая-то. Достанешь, сам денег получишь и людям. Ага. Три аптечки армейских. Неплохо. Так. Притащить хвост псевдособаки. Это что-то серьезное, да? Зима скоро. А что там зимой? На большой земле бабы носить... Ага. Понятно. Меха носить они любят. Конечно, Сидорич. Ты-то знаешь. Вот и пошла мода новая. Из хвостов псевдособак сессуаров всякие делать. Вот мода на зоне просто. Вроде по моде. Шерсть там какая-то особенная. Короче, я заказал такой хвост. Ну, удачной охоты, Сталки. Спасибо, спасибо, спасибо. И поехали их, короче говоря, выполнять. Что у нас есть? А значит, задание. Найти стрелка, получить спецзадание у торговца. Пока что меня это не волнует. Устранить двух бандитов на свалке. Так. Подождите. Давайте, знаете, что мы сделаем? Мы сделаем вот так вот. Карта. Все это дело отдалим и посмотрим. Тут еще, видите, есть некоторые места. Которые мы еще изведаем. Так, все-все-все-все-все. Спокойно. Все. Так. На свалку. А нужно ли мне идти на свалку или нет? Пока непонятно. Давайте посмотрим, где там еще остальные задания есть. Почему вот нельзя все задания сразу как-то выделить? На свалку это переход в следующую локацию, что ли? Ну, подождите. Пока это рано. Пить торгового представителя. Торговый представитель. Это куда нужно отправляться? В бар какой-то? Так, понятно. Тоже далеко, да? Хорошо. Найти артефакт, ломать мясо. Это где у нас находится? Принести заказчику. А, видите, здесь нет метки. Как его найти-то? Притащись в хвост псевдо-собаки. Тоже нет метки. Осталось 4 дня. То есть на это задание еще и конкретное время есть. Ладно, короче, поехали устранять двух бандитов на свалке. А дальше посмотрим, сколько нам бежать. Так, я сказал, сколько нам бежать за этим заданием. Устранить двух бандитов на свалке. Есть. 800 метров. Обалдеть. Ну ладно, погнали. Чего уж там. На самом деле они, по идее, не так долго преодолеваются. Но мы же в следующую локу потом перейдем, насколько я понимаю, да? А еще здесь по дороге можно понадобывать всяких штук. Вот, например, рюкзак возле деревни. Недалеко от лагеря начнем с гимом какой-то сталкер. Надо посмотреть его добро. Вот. Осторожней, ты рядом с аномалией. Используй болты. Да, с этим уж разобрался. Так, используй болты. Ну давайте использовать болты. Кстати, мне сказали, что вот эти собачки вот никого не трогают, поэтому их тоже нет смысла трогать. Типа они дружелюбные, насколько я понимаю, да? Да, видите? В прошлом эпизоде я просто покосал несколько собачек таких, и мне в комментариях написали, мол, Толян, как ты мог? Ну я же не знал, ребята, что они дружелюбные. Ну то есть, что они хотя бы не опасные, господи. Это радиация повышается, да, насколько я понимаю? Там какой-то огонь происходит, куча всего, короче говоря. Но нас интересует... Тихо. Я не понимаю, когда я кидаю болты, я просто проверяю, что там есть радиация, я же их не убираю, правильно? То есть тут, я так понял, задание того, чтобы добраться до этого рюкзачка, тут нужно попотеть и не попасть в аномалии. Так, я где-то рядом вообще, да, походу, с аномалией. Ай-яй-яй-яй-яй, спокойно, спокойно, спокойно. Так, рюкзачок где-то здесь должен быть. И где мой обещанный рюкзачок? Я же, по-моему, прямо на нём стою, нет? А вот он, обыскать тайник. Пятьдесят патронов и ещё один ствол. Разрядить. Вот, наконец-то я шарю их разряжать. А, по-моему, у него качество лучше, чем у моего, да? Тут ещё кабаны эти шляются. Спрятать товар под самой крышей, в домике возле моста. Блин, а вот есть ли смысл мне переходить в следующие локи? Я просто не соображаю вообще, если честно. То есть, типа, окей, там идёт свалка через восемьсот метров, да? Получается. Так, свалка через восемьсот метров, а задание с торговцем, через сколько метров убить торгового представителя? Семьсот метров. То есть, в любом случае, нам нужно переходить в следующие локации. Правильно я понимаю? Давайте, мне, наверное, ближе всё-таки двух ребят разнести на свалке, а потом из-за одной торгового представителя. Это всё, насколько я понимаю, в одном месте происходит. Так, аномалий тут, конечно, дофигища. Кто это в них палит-то? Бедные собачки. Ну, видите, я их не трогаю. Это какие-то там другие ребята с ними разбираются. Так, здесь мы уже всё изведали. Меня, конечно, не устраивает то, что у меня всё лишь пистолет. Так, давайте мы используем фонарик, потому что многие писали, что нифига не видно. Я сам понимаю, ребята, меня тоже нифига не видно. Это нормально, мне кажется. А, вот нам нужно туда пройти. Но туда же, по-моему, не очень-то и просто пролезть, потому что здесь же оборона какая-то, да, насколько я понимаю? Так, стоп. Не-не-не, не болты меня сейчас интересуют. Вот, это же всё противники. Один, два, три, четыре. И, по идее, задание с торговым представителем, оно же тоже там, в той стороне, правильно? Да, тоже всё это на свалку ведёт. А я пока не особо хочу на свалку идти, если честно. Я даже не уверен, что я смогу туда пробраться, потому что там дофигища ребят, тем более они с автоматами какими-то, так что здесь вдвойне опасно. Спятал товар под самой крышей. Ну, давай посмотрим. Под самой крышей это в той стороне, да, насколько я понимаю? Главное, чтобы эти ребята на меня не накинулись. Ещё один из советов был, Толян, почаще сохраняйся, так что эти мы будем промышлять как следует. Так, что у вас здесь имеется? Аномалии какие-то, не бойся. Так, всё пусто. Вау, здорово, чувак. Это всё берётся. А, это, кстати, враг, бандит. Обыскать тайник. Что же это за тайник, в котором ничего нет? Нет, называли вы это просто. Обыскать ящик, знаете. Так, вижу аномалию. Значит, там меня ничего не интересует, да? Так, вижу опасного буйвола. Так, по-моему, у меня конец, нет? Кто он здесь парился-то, ёлки-палки? Так, я понял, куда мне нужно идти. Спрятано прямо под крышей. Но здесь же дофигища аномалий. Звуки какие-то ещё стрёмные. Так, короче, этот артефакт где-то здесь, под крышей, но... Ага, вот он, артефакт. Подождите, а как мне его забрать-то? Давайте я попробую сохраниться и просто вот так вот сделать. Ага, плохая идея, да? А, его можно с этой стороны забрать, насколько я понял, да? Это я фейлю просто, да? И зачем я потратил столько здоровья? Непонятно, короче говоря. Ну ладно. Что это за артефакт, кстати? Возможно, это как раз таки то, что мне нужно. Каменный цветок, кровь камня, медуза. Нет, ничего интересного. Это я каменный цветок, да, подобрал? Пулестойкость, всё ясно. Ладно, пока что у меня жёлтый. Нужно всё-таки использовать бинт, наверное. Не знаю, стоит ли использовать аптечку. Здоровье само по себе же понемножку восстанавливается, правильно? Так, ладно, с этим разобрались. Это же был тот самый тайник, я правильно понимаю? Подождите, если бы я забрал тайник, то он бы пропал бы. Потому что, когда я забрал прошлый тайник, уже не было показано, что здесь тайник. Так. Спрятал товар под самой крышей. В домике возле моста. Домик возле моста, товар под самой крышей. То есть, я забрал его, нет? Хорошо, сейчас я ещё пробегусь наверх, посмотрю, что там. Здесь всё выглядит довольно опасно, на самом деле. Не особо, а это самая конструкция такая, знаете, которой можно доверять. Ага, вот я вижу ещё один тайник. Главное, не рухнуться отсюда. О, отлично. 70 патронов дроби, серьёзно? А нет, 11. Но всё равно неплохо. Отсюда вот с какой-нибудь снайперки бы поразносить этих ребят на мосту. Потому что, ну, притык к ней метей, это же, ну, суицид сплошной. Так. Окей. Прямо под крышей. То есть, блин, мне кажется, сюда не особо безопасно спрыгивать. Так что я, наверное, не буду это делать. Ладно. Ладно, с этим мы ещё разберёмся. Я не знаю, что, раз уж я не могу выполнить задание со свалкой и с торговцем, мне приходится в любом случае бежать дальше. Я думаю, можно, значит, тогда пойти уже взять то самое спецзадание и отправляться вперёд. Потому что, вроде как, из дополнительных заданий здесь больше ничего нет. Я, конечно, побегаю сейчас по озоне, посмотрю. Возможно, кто-то просто из ребят даст мне какое-то дополнительное задание. Я здесь, на самом деле, ещё много всего не изведал. Но я был на кордоне. Окей, в ту сторону бежать нельзя. Так, давайте вы меня отдалите всё дело немножечко. Ну, там, в любом случае, дальше нам нужно идти на свалку. Ну, куда? Типа, тайник, оставленный погибшим сталкером, да? А это всё переходы на свалку идут. Тут не особо много путей, на самом-то деле. Так что отправляемся прямиком на свалку. Ну, как я разнесу всех этих ребят, мне интересно. Сейчас мы пойдём к Сидоровичу, возьмём там спецзадание. Посмотрим, что он нам интересного расскажет. Что нам вообще нужно будет сделать. И пойдём, наверное, вперёд. Но я не представляю, как я разнесу там Вилли, сколько там этих бандитов. Да, у меня, конечно, есть бронежилет, который я надыбал. Но, чёрт побери, такую движуху-то я сам не смогу разнести. А в ту сторону что будет, если побежать? А там ничего, да? Ну, ладно. Так, оружие убираю. Да, убрал, убрал. Сейчас сгоняем. Спросим у Сидоровича, что он по этому поводу думается. Правильно? Правильно. Здорово, Кабан. Ну, здорово. Так, спецзадание есть? Я тут поразмыслил на досуге и хочу тебе кое-что предложить. Тебе, по большому счёту, нужно искать своего стрелка. Так ведь? Так. В общем, по стрелку узнал кое-что. Есть такой сталкер. Говорят, дорогу на север зоны нашёл. А места там нетронуты. Прям клондайк артефактов. Да. В общем, я помогу тебе его найти. Но, как ты сам понимаешь, не за просто так. Само собой. Не придётся отрабатывать. Но в итоге будет нам обоим хорошо. Ты своего стрелка замочишь. А заодно, может, узнаешь, что с тобой стряслось. А я уз... Что-то замышляешь, да? Я свою выгоду от сотрудничества тоже поимею. Замышляет, подлец, что-то. Ты продолжаешь, Сидорович? Выбраться у меня нет. Но что-то, что-то здесь не так, короче говоря. Тогда, слушай, мы с другими торговцами хотим открыть путь на север к центру зоны. А ближе к центру кто-то или что-то мешает проходу. Понимаешь? Там есть место, где мозги закипают. Жуткое место. Хрен его знает, как твой стрелок там проскользнул. Но ближе к делу. Мне передали, что вояки в здании бывшего НИИ Агропром что-то нашли. Какие-то очень серьезные документы. Явно связанные с центром зоны. Так вот, их у вояк надо забрать. Понял, куда клоню? Да уж как не понять-то. Давай. Если добудешь документы, ко мне не тащи, неси их сразу бармену. Он заправляет делами в сталкерском баре 100 рентген. Координаты я тебе скину. Все ясно. Пойдешь на север через свалку. Потом повернешь на запад. И через... Все понятно, короче, чувак. Убить торгового представителя. Да нет, ничего. Я по-вот знаний. Короче, все ясно вроде как. Сейчас мы только поймем, куда нам идти. Обязательно, обязательно, Сидорович. Не волнуйся. Тебя-то я не брошу. Встретиться с провожатым. Ага. У меня даже есть провожат. И пробраться за железнодорожную напись. Пересечь железнодорожную напись. Подождите. А где, собственно, находится этот провожатый? Встретиться с провожатым. Тайник оставлен погибшим сталкером. А прикинь, ты недорого крутится какой-то чудак. Так. Встретиться с провожатым. Это имеется в виду задание пробраться на железнодорожную напись. Подождите. Что-то я не улавливаю пока что. То есть я после провожатого должен искать эти документы. Да? Так это в другую сторону. Провожатый меня проведет не туда, куда мне нужно. Ну ладно, давайте тогда попробуем на этих ребят накинуться. Раз уж провожатый... Куда меня проведет провожатый? Я пока что вообще не понимаю, что здесь происходит немножко. Сейчас мы сгоняем к этому провожатому. Посмотрим, что он из себя представляет. Вот, например, задание встретиться с провожатым. Куда он меня поведет? Что вообще? Что это за провожатый? Ничего об этом не было сказано. Вроде как. Сейчас узнаем. Сейчас посмотрим. Здравствуйте, собачки. Приятно вас видеть. Мы же дружелюбные. Да, они дружелюбные. Приятно, приятно. Так. Так, собственно, провожатый будет в той стороне, да? Пока что я здесь вообще не вижу никого провожатого. Просто дело в том, что я задание скипнул, короче говоря, по ходу. С этим фейл, да? То есть я там... Так все-таки они меня атакуют. Что закидало его? Не должны же вроде атаковать. Так, я так понимаю, что-то произошло, потому что они нападают на меня. Ну, простите меня, ребята. Я не хотел вас трогать. Сами виноватся. Так. Я знаю, что мне нужно сделать, чтобы понять, почему я сюда только что пришел. Что мне нужно сделать? Что мне, что мне нужно сделать? Открыть дневник, наверное. И по этому поводу узнать личные заметки. Диктуя первая дальняя вылазка, агропром с документами военной экспедиции. Вместе с заданием слышали информацию торговцев. Больше похоже на легенду. А местности, как на севере зоны, где мозги закипают. Принимаю тот факт, что с головой у меня явно не все в порядке. Надо к этой теме присмотреться и народ порасспрашивать. Чем черт не шутит? А может, я там тоже бывал. Да еще торговец узнал информацию, что как раз стрелок эту местность вроде бы научился проходить. И торговцы узнают, как. Для чего мне нужно это понять, хотя доступ к нетронутым артефактам. Ага, короче, я все понял. Мне нужно этого трупика осмотреть. У него же нифига нет-то. А в КПК погибшего сталкера вы нашли его наблюдение за аномалиями в туннеле. Оказывается, вы обнаружили закономерность в их работе. Вы можете прочитать это в своем КПК в разделе дневник. Так, окей. Раздел дневник. Найденные КПК. КПК с бандитами. КПК только это я уже посмотрел. КПК мертвого новичка. Тут какая-то странная аномалия. Похоже, что она передвигается. Я попытаюсь вычислить ее траекторию и время перемещения. Потом, потому что платить солдата на мосту за проход у меня нет денег. Ага, я кажется уловил, что ты имеешь ввиду, дружище. Короче, типа у этой аномалии есть что-то вроде закономерности. Как она работает. То есть, видите, сейчас ее нет. Она пропадает по одной. И потом появляется. Ну, короче, понятно. Все на самом деле довольно просто. И я потом смогу пробраться дальше на сквалку. Но мне же нужно еще задание выполнить. Короче, понятно. Здесь, на самом деле, очень просто пройти, насколько я понимаю. Но меня поболее интересуются те ребята на мосту. У них, во-первых, там есть какие-то стволы серьезные. Я бы с удовольствием покачался бы с ними и позабирал бы эти стволы, если это возможно. Но их там дофигища. Я не знаю, как можно будет одному с ними со всеми справиться. Но я попробую. Че уж там рисковать-то надо, это что? Опять, что ли? Ребят, мы же с вами вроде договорились, что мы не трогаем друг друга. Че вам не имется-то? Так, здесь противники, да? Я же все правильно улавливаю. Я все правильно улавливаю. Сейчас мы посмотрим, что с ними можно придумать. Сейчас мы вообще посмотрим, сколько их сам в первую очередь, да? По крайней мере, сколько я их здесь увижу. Надо посмотреть рейнджу. У меня чертов пистолет. Кого я смогу ему бить? Я без понятия. Так. Да подождите вы. Один, два, у всех стволы. Ну как, как? Здесь, мне кажется, нельзя пройти. Нужно будет по мосту как раз таки шляться. Другого выхода я не вижу. У меня вообще есть несколько аптечек. Сейчас у меня мало здоровья. Может, мы завязываем аптечку? Вот, уже полегче. Ну, блин, идти к ним напрямую, это же, ну, серьезно, самоубийство. Так, во-первых, уже вырубить фонарь, чтобы меня они не видели, если что. Так, а если попробовать вот со спины как-нибудь? По-моему, плохая идея. Ну, ладно, че уж там. Мы сохранились, рискнем, посмотрим, что из этого получится. Пока же меня никто не видит, правильно? Так, а как-то они довольно быстро меня заметили, по-моему, нет? Так, пускай они сами ко мне лезут, можно ведь так сделать? Что происходит? Короче, с этого стола я вообще никого не разнесу по большому-то счету. Ну, они по мне тоже не по... А, нет, попадают. Эх, короче, нужно ждать, пока они сами ко мне подойдутся. Это, мне кажется, идеально. Это че было-то? Взрывы какие-то сплошные. Нифига не видно. Ладно, они ко мне поднимутся, я надеюсь. Так, не надо меня рвать, пожалуйста. Давайте жить дружно. Ну, видите, они ко мне не идут. То есть, здесь искусственный интеллект присутствует, какой-никакой. Короче, вообще можно кому-то попасть-то с такого расстояния? Ну, у меня есть аптечки, да? Я могу их заюзать. Но я просто не уверен, нужно ли это. Ну, давайте попробуем просто с дрободана их разнести. Может... А, во-во, теперь они идут ко мне. Короче, врубаем героя. Вот так вот. Тихо, тихо. Я понял. Слишком я... Ну, вообще это возможно, на самом деле. Я просто зафейлил. Да? Их здесь трое всего лишь, что ли? Так, понятно, короче. Сейчас все получится. Загрузка приведет к потере несохраненных сданных. Да я умер. Оу. Тут уж потеря не потеря. Вы, ребят, простите, да? Если я делаю что-то неправильно. Но давайте делать скидку на то, что я играю эту игру первый раз. И я стараюсь понять, как все здесь происходит. Я думаю, со временем я раздуплюсь и буду получше бецать. А пока что есть, как есть, короче говоря. Так, а что я могу сказать? В принципе, в принципе, это возможно. То есть я поначалу думал, что их здесь, во-первых, намного больше. Вот, если взять аптечки... А взять аптечки не так и сложно, как мне показалось с первого взгляда. Им еще можно заплатить, на самом-то деле. Так, я одного убил, что ли? Серый, это же мертвый, да? То есть если в голову ему зарядить прицельно, то... Типа в этом есть смысл. Хорошо. Так, спокойно. Бинты... Ой, две аптечки случайно захавал. Ну иди сюда, родной. Так, окей. Одного споймали. Меня бесит то, что я случайно съел две аптечки. Ну ладно. Ты куда уж получать? Подожди. Так, откуда... Ааа, он зашел. Вау, их тут на самом деле больше, чем я думал. Тихо, тихо. Есть. Ну что-то с этого получается. Я, конечно, потратил дофигища уже аптечек. Так, бинт. Окей. Не надо меня бить. Мне бы автомат у них затырить. Вот, пожалуйста, калашников, да, по-моему? Так, ну с калашниковым-то пободрее пойдет, я правильно понимаю? Патронов, конечно, миловаться, но с этим мы разберемся. Так, прошу прощения. Спальный мешок. У меня есть еще несколько аптечек, но я думаю, сейчас мы попробуем поостылся что-то с ними сделать. По идее, их немного уже осталось, да? Так, с этим парнем мы разобрались. Надо будет все их осмотреться. Но там я бы тоже смог пройти, на самом деле. Так, у тебя что? Так, я хочу, наверное, все-таки АКМ намутить, потому что увереннее всех развозить. Так, вот так вот это разрядить. Ну давайте, бойцы, где вы там? Да ладно, он оттуда по мне попадает, что ли? Ну, это один, да, остался, насколько я понимаю? У меня, конечно, бинта нет. Так, нифига себе он там устроился, слушайте. Ну вылазь. Так, ну что, вроде всех разнес. Фух, это было опасно. Так, что у тебя есть, дружище? АКМ, я думаю, мы все-таки сгоняем к Сидоровичу, продадимся. По максимуму там закупимся какими-то аптечками. У них здесь дофигища всего, на самом деле. Так. Водки куча. В принципе, антирад, что это? Армейская аптечка. Я понял, это типа аптечка посолиднее будет, да? Так, хорошо. Сейчас мы здесь, разумеется, все поломаем, надыбаем. Что здесь интересного? Так, понятно. Вау, это еще не все. Высмотрите, пожалуйста. У всех АКМ это что, бустанутый код фора? Экстрементарный прототип пистолета. Ага. Что у нас там по весу получается? 39 килограмм. Много с собой я уже не унесу. Откуда стреляет? Я вообще что-то не понимаю, откуда у меня палец. Но я в любом случае хочу все здесь осмотреть как следует. Так, еще АКМ. 44 килограмма, да? Сложноваться будет, на самом деле, все это унести. Так. Здесь осмотрели. Здесь еще двушка, да? Так, пустой. Вот здесь вот этого я точно не осмотрел. Еще АКМ. Патронов, конечно, дофигища, но 48 килограмм. Так, еще одного я не осмотрел. Вон там вот. Даже не знаю, как до него добраться. А, нет, осмотрел. Этого я осмотрел, как раз таки. Я понял. Там дальше еще идет какая-то перестрелка, в которую я не хочу ввязываться, на самом деле. Я, наверное, все-таки сгоняю обратно к Сидоровичу. Продамся. Разрежу все оружки. И уже уверенно пойду дальше. Просто я хочу выполнить два задания, которые мне Сидорович дал. Сколько я всего здесь набрал. А вот, то есть, встретиться с провожатцами, это уже я выполнил, правильно? И пересечь железнодорожную насыпь. Это пока что меня не волнует. Вот поначалу нужно убить торгового представителя. Убить торгового представителя. А это как раз таки за мостом. Так что туда мы отправим. Кстати, уже темнеет понемножку, так что я думаю, мы, если что, поспим. Сначала забежим к Сидоровичу. Потом подрыхнем как следует. И отправимся дальше за мост. Убьем там торгового представителя. И очистим какое-то место от двоих бандитов. Мне вот интересует... Что вот это вот такое? Во-первых, да, это все... Разрядить надо. Так, есть. Кто сказал выбросить? Это случайно было. У меня, кстати, горл один слегонца, ну хлебушка покушаем. Это не проблема. Ага, это все давайте будем разряжать. Потому что патроны нужны. У нас теперь уже стволы посерьезнее, АКМ и как-никак. Так. Это что такое? Точность, удобность, скорострельность большая. Пистолет фора. А у моего пистолета скорострельность... Ну мой пистолет поярче будет. Тут чуть больше повреждений, но у нас... По стелсу выносятся противники, поэтому я склоняюсь все-таки к своему. Да убирай, убирай, дружище. Все в порядке. Сидорович, я иду. Тут мне все нейтралы. Можно со всеми поторговать. Можно выводить какие-то аптечки у ребят. Пожалуйста. 500 рублей за аптечку хочешь. Они жирно ли, дружище? Так. Давай же и бин тогда. А нет, 340 он хочет. Тогда ладно. Тогда договорились. Можно у всех повыудить аптечку на самом деле. Есть. 700 рублей. Граната даже у него имеется. Окей. Че энергетики на полу валяются? Никому не нужны, типа? Так, нет, стоп. Нужны ли мне гранаты? Пока что я не знаю. Сидорович там вообще... Так, Семен важный. Подожди. С зачем можно со всеми поторговать на самом-то деле? Аптечки штука важная. Все, завязывай. Ладно, пусть завязывается. Это меня не волнуется. Ты мне тоже дашь аптечку и бинт. Это все must have просто. Сидорович, 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 Сидорович. Я иду. Сидорович меня ждал, небось. Ждал, пока я вернусь. Здравствуй, дружище. Да куда ж? Куда ж без меняться? Так, я не понимаю. Я могу продать на самом деле то, что у меня есть. Поэтому нужно выбрать самое лучшее состояние. А самое лучшее это сверху. А нет, вот 178. Короче, самый верхний можно оставить. Да, конечно. 852 рубля, 5 калашниковых. Кайф. Так, подождите. Да, все в порядке. Все эти Макарова продаем. Нафиг не нужны по большому счету. Две аптечки я возьму. Бинты тоже все возьму. Ладно, возьму еще хлеба там всякого. Сколько выходит цена 1200? Не плохо. Еще бы. Так, а что там вообще за спецзадание? Так, понятно. Мне нужны ответы на какие-то вопросы. Наскажи мне в общих чертах о зоне. Спрашивай, не знаешь, кто такой стрелок? Вроде есть такая стрелка. По слухам, ходили вернулись. Так, легенды стрелковых героев. Короче, это все понятно. Что тут поблизости творится? Ага. Ну, это предбанник зоны и армейский кордон. Да, сильно спокойно. Разве военные иногда развлекаются? Шмон на войне. Опытные сталкеры тут в редкости. Только новички засиживаются. А кто и навечно остается? Мда. Вот, рядом совсем на хуторе лагерь новичков приютил. Смотри, нажимаешь на курок, и они тоже умеют. Так ты не задирайся попусту. Что еще? Ну, хорошего хабара здесь не сыщешь. За дорогой заброшенная фабрика какая-то на севере. За дорогой нас по остатке фермы. Навига блокпост. Понятно, короче. Меня интересуют два задания за мостом. Ну, проветришься, заходи. Обязательно. Так, ладно, сейчас уже темнеет. Так что, на самом деле, поспать бы с легонца, да? Мы же можем просто здесь откинуться. Деньде. Девять часов давайте подрыхнем. Это что такое? Меня это пугает с легонца. А мне сейчас скример никакой не вылезет. Нет, вот сейчас, наверное, стоит поспать. Девять часов. Господи. По такой погоде никогда бы не начал шляться. Вы серьезно, что суалится было только что очень опасно? А вот теперь никакую картинку нам интересу не показывают. Что закидало? Это, наверное, из-за того, что ночь. Так, я надеюсь, мы сейчас как раз таки... Вот, вот, ура, на утро. Ой-ой-ой, у нас мало здоровья. Еда, 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 еда. Больше еды. Колбаса там, чувак. Все, наелся? Круто. Нифига себе. Это что, он с голоду умер за 18 часов без еды? Почти умер. Пахнет, это самое, каким-то нереалистичностью. Ну ладно, давайте аптечку уживем одну, раз уж он так покоцан жизнью. Чувствую себя уже опытным сталкером, бегаю с АКМом, понимаете? Светло, классно, здорово. Так, это мои ребята, да? Все понятно. Куда они идут вообще? А, стоп, это противники, что ли? Почему у меня метка стоит на них? Я что-то не улавливаю. Встретиться с провожатами, убить торгового представителя. Вот это и есть тот самый торговый представитель? Серьезно? Давайте сохранимся. Почему тогда он был за зоной, когда я пытался его найти в прошлый раз? Так, я так понимаю, не я один хочу его убить, да? Что здесь происходит? Это есть торговый представитель? Что здесь происходит? Давайте я сохранюсь. А, все. Это и был тот самый торговый представитель? Я понял. Вернуться за наградой. Я не понимаю, почему тогда он был так далеко в прошлый раз? Это же ведь несправедливо. Кстати, подписка за ним какая-то серьезная ходила. Вау. Гадюка 5. Тоже что-то интересное, насколько я понимаю. Так, ну. Давай, дружище. Разброс, что ли, типа большой? Почему я никому не попадаю? Чего-то побери. Так, я не зря учился спрейить в КС-ке. Успокойтесь. Так. По-моему, я попросту трачу патроны, на самом деле. Ну ладно, мы надеемся с них хотя бы что-нибудь... Да ты еще не умер, что ли? Серьезно? Все, наконец-то. Господи. Так. Где это там? Гадюка. Гадюка. Отлично, Мак. Что за гадюка? Точность, повреждения? Повреждения у него в любом случае будут меньше, чем у КМ. Повреждения. А нет, больше. Скорострельность больше. Удобность больше, но точность поменьше. Оказывается, еще и точность поменьше. Но какой-то серьезный ствол. Гадюк это. Похоже на СМГшку. Ладно, пока ясно. Патронов здесь не дофига, но в любом случае всех этих ребят мне нужно осмотреть. Будем надеяться, что у них может что-нибудь полезное надыбать. По идее, очень большая скорострельность у этой гадюки, поэтому если мы будем с нее стрелять, мы сразу же все патроны выводим непонятно куда. А почему здесь новые бойцы заспаунились? А, еще одна гадюка. А, я понял. Гадюки... Патроны другие нужны. Нифига их там. Может, все как-то попроще, это самое. Бойцы. Так, спокойно. Мне нужна аптечка. 12 патронов. Сколько их? Так, ладно, меняем на АКМ. 84 уже куда не шло. Я не знаю, зачем я их всех здесь разношу, но раз что-то пошло, я потратил на них свои патроны, так что деремся уже до конца, ребята. Так, что у вас здесь? Еще одна гадюка. Ну, давай. Оружие заклинило. Что-то новенькое. Раньше у меня не клинило оружие. Ну, ладно, все равно мы развезли его. Так, ребята, ребята, гадюки есть у вас немножечко лишних? Так, очередные патроны. Кстати, у нас понемножку заканчивается вес. По-своему, если гадюки довольно тяжелые, но меня интересует, что было здесь вот у парнишки. Не зря же я его развалился. Что можешь предложить? Хорошо. Ну что ж, возвращаемся к Сидоровичу. Как раз-таки выполнили задание. Тогда я отпрыгнуто отсюда. А где, собственно, следующее задание? Это устранить двух бандитов. Ну, это уж точно, да? Подальше. Это как раз-таки... Подождите, подождите. Это... Да что ж ты будешь делать? Это уже как раз-таки вот за территорией. На свалке, да? Окей. Туда мы, по-видимому, чуть-чуть попозже и отправимся. Для начала нужно вернуть... Реакция, реакция, понимаете, да? Свернемся к Сидоровичу, продадимся. Гадюк, в принципе, серьезная пушка, на самом деле. Сейчас мы пока будем бежать. Можем здесь все поразряжать понемножку. Так. Выбросить. Да нет, не выбросить. Разрядить. Так, окей. Выбросить. Да кто же выбрасывает-то оружие? Разрядить, разрядить. Вот это получше будет, да, насколько я понимаю? Окей. 73 получается. И для гадюки патроны выходит 26. Чего-то слабоваться. Ну, конечно, пушка серьезная. Мне понравилось. Да убирай, убирай, не волнуйся. Энергия, кстати, понемножку уже заканчивается, на самом деле. Здорово! Не хотят со мной здороваться уже. Я уже не могу на спидах так бегать. Нужно энергетик цапнуть. Хотя, ладно. Сколько у него еще энергетиков получается? Даже энергетики, да? 7 штук. Не будем их пока цапать. Думаю, это не мастхев. Сидорович! Скучал, детка? Ну, здорово! Здорово! Так. Что ж. 69, 72. 72 я себе оставляю. Ага, вот это до свидания. Цена, кстати, серьезная. ПКМов дофигища. Все для тебя. Так. Ну что ж. Выходит, 1600 я в плюсе. Давай мы купим у него хлеба всякого. Там энергетических напитков. Почему нет? Дороговато стоят они, на самом деле. Так что забьем на них. Я передумал. Так, теперь... Ну, будем еще? Заходи. Да зайду, зайду. Теперь, Сидорович, я хочу получить свой кэш. Завтрак туриста. Выверт. Что такое выверт, я пока что не представляю. И что такое завтрак туриста, я, честно говоря, тоже не представляю. Какая-то фора. Что это такое? ПБС. А где, собственно говоря, выверт? Или это что? Это что было? Подожди, Сидорович, что закидало? Только что произошло со мной. А, это мне дали артефакт. Я понял. Вывертся. Разрыв плюс два, радиация. Я понял. Ну, удачной охоты, сталкер. Так. Ну, окей. Тогда мы поехали устранять двух бандитов на свалке. Раз уж на то пошло. Потому что я не знаю. Либо мне идти устранять двух бандитов на свалке. Либо идти дальше. То есть... То есть... То есть... На железнодорожную насыпь. Ну, давайте, наверное, начнем с бандитов. Потому что там я уже зачистил мост. А бандиты эти самые с том находятся. На какой-то свалке. Посмотрим, что там вообще происходит. Что у нас? По калашу, получается, патронов сколько? Так. Ну, здесь 600. С пистолета я могу целую вечность стрелять. Как же он быстро бегает. А с калаша вот здесь сотня. Знаете, сотня накалашится не так, что и много, на самом деле. Но у нас еще есть, в конце концов, гадюка. На которую 26 патронов. И это маловато, на самом деле. Для гадюки уж точно. Но, в конце концов, у нас еще есть двухстволка. На которой тоже 26 патронов. Что-то с этого можно придумать, на самом-то деле. И, кстати, тут еще какой-то ништячок есть, да? Который я не осмотрел, походу. Так. Ну, окей. Я здесь нахожусь. Или я его осмотрел. Вот. Я здесь был, да? И меня кто-то палил. И я не понимаю, кто это палит, в конце концов. Хопа. А ну-ка. Хопа. Ха-ха. Но здесь ничего нет, на самом деле. Сейчас мы осм... Задание выполним. Так. Мечный. Кстати, о стрелке. Пришел сталкер из глубокого рейда. Так. Торговец не подвел, дал ему в руки нить. В плане поиска стрелка. Именно наводку на сталкера по прозрачу Лис. Он тут рядом засветился, просит помощи. Сидорович думает, что он знает стрелка. А вот это уже интересно, на самом деле Что за лис, откуда он знает стрелка То есть нам нужно было просто пробраться И задание само по себе выполнилось Это здорово Так, помочь лису Где, собственно, находится дружище лис Так То есть за свалкой он находится, правильно я понимаю? Да, вот он, раненый лис, как раз таки рядом со мной Так что сейчас мы, наверное, к нему отправимся А дальше там потом уже и с этими бандитами разберемся Раненый лис, я иду, чувак Сколько там, 160 метров Не стоило вам ронять лис, ребята Тем более, учитывая то, что он знает что-то о стрелке Это очень важно и круто Еще нужно будет там все смотреть Везде нужно будет все смотреть В конце концов, я так понял, сталкер это та игрушка Где нужно рассматривать абсолютно все Так, я так понимаю, здесь раненый лис Но мне нужно будет здесь дофигища народу покоцать Для того, чтобы До лис добраться Мужик сюда, да я рядом, дружище Если что, аптечка у меня имеется, так что все в порядке Не загнешься, дружище Ага Так, просыпайся, брат Помогите Держи Аптечку Ну расскажешь что-нибудь интересное Так, спасибо Так, теперь я тебя внимательно слушаю Другой сказал, что у тебя есть информация о стрелке Так Из чего это им все в последнее Из чего это им все в последнее время заинтересовались Но сказать я лично его не знал Так совру, ничего не было Так опыт общения, правда, есть какой-то Как-то группа моих ребят Обстреляла Как-то его группа моих ребят обстреляла Никто не пострадал, они явно других ждали Так что Дальше разошлись мирно Потом Разговоры все потом Окей Может ты не будешь меня толкать? А это, кстати, какие-то Непростые собаки, по-моему О, господи Куча патронов уходит Наверное, на собак лучше двух столков взять Ну давайте Псы Все, одолели, твари Ты мне дальше расскажешь, что там Слышь, приятель, ты меня дважды уже выручил Я таких вещей не забываю Вот возьми Уж чем богат Спасибо Так Застряла тут, понимаешь Да подождите вы Я так и не понял Что он мне дорассказал до конца Эти собаки не вовремя набежали Так Встреча с Лисом Встреча с езвеностями Одна плохая, о стрелке Он знает мало Другая хорошая Я получу информацию, что его брат Серым кличет Знает о стрелке больше Серый, я так понял, километров в двух на север Где среди свалки радиоактивных откодов В ангаре Так что задача понятна Успеть с ним встретиться Пока он перебрался в другое место Понятно Узнать о сером Ой-ой-ой Он вообще черт знает где находится Да, насколько я понял Но это нужно идти, короче, за свалку Так Вот там вот находятся серые А здесь находятся как раз-таки На свалке я за куток Ла-ла-ла Типа, какие-то печали Вот Как раз-таки для Сидоровича Здесь нужно выполнить задание Поэтому Поэтому, ребята Мы, по всей видимости, отправляемся на свалку Конечно, здесь мы очень много всего оставили Что Вещь погибшего в аномалии Что мы обязательно исследуем Еще, учитывая то, что Я не выполнил еще все здания Сидоровича дополнительные Но мы обязательно сюда вернемся Все это повыполняем Сейчас Я думаю Слегонцак Вот что здесь у нас находится Странные вещи Кто-то скинул рюкзак Нет, ладно Двухстолка здесь нас уже не волнует Возьмем ЭКМ Собаки, конечно, не вовремя накинулись Ну да ладно Сейчас посмотрим, что здесь за рюкзак Болты сюда Болты не спасают Так, когда персонаж находится в зоне Зак Возьмем Радиоактивный артефакт И появляются признаки радиоактивного поражения Опасный уровень радиации Воу-воу-воу Это надо что, водочки хряпнуть Я так понимаю И радиация понижается Но я хочу забрать Что у вас здесь было А вот он, рюкзак Три аптечки Бинты Валим отсюда Вот видите, все-таки тайник пуст Значит я его осмотрел Вау Что-то у меня от водочки-то шатается Не по-детски Надо было антирад купить все-таки А здоровье-то уходит Так Ну зато Мы знаем, что здесь дофигища тайников Которых я еще не осмотрел Вообще я же там был Как я мог пропустить этот тайник Мне интересно Я даже из принципа Еще раз туда вернусь И посмотрю Что за бред А радиация Она же постепенно понижается Сколько нужно водки выжрать Чтобы она понизилась Еще больше Потому что здоровье-то у меня кончается Радиация, по-моему, не особо понижается Давайте еще водки хрепнем И еще И еще Вот Другое дело А! Чувствуем-то себя прекрасно И аптечку тогда уже Для полного счастья Вот оно Вот она жизнь, ребята Господи Так, аномалию я вижу Слушайте, это прям какой-то Need for Speed уже С заносами получается Ха-ха-ха Боже, что Вот это вот передвижение просто Мне кажется, я еще быстрее бегать Под водочкой-то начал Как-то Нелогично На самом деле Так Спокойно Вот, я нахожусь на месте Где находится тайник Правильно? Правильно Походу Где-то просто вот здесь Этот тайник Потому что Ну, да Спокойненько будет Но я же здесь все осмотрел Получается, что этот тайник пуст Так У меня единственное Появляется небольшой план Наверх выбраться Вот Единственное, что мне в голову лезть Потому что, ну, как бы Здесь я вроде все осмотрел А наверху я еще не был Ну, знаете Здесь, по-моему, некуда бежать На самом-то деле Там же Воу-воу-воу Спокойней, парень Тут колючая проволока На которую нельзя забраться То есть, сюда И пройти в любом случае Нельзя было Как же меня шатает А вообще Не написано Когда этот эффект пройдет-то Ну, и как мне Забрать здесь все до конца Я что-то не улавливаю Может, есть какой-то секретик Знаете Может, что-то здесь спрятанное Здесь вообще не написано Конкретно Где тайник Так Это не то Карта Да, это я Это я знаю Вот Воей перегруппировки Спрятал боеприпасы в вагоне Не забыть Ага, в вагоне То есть нужно Короче, это я туплю, ребята Просто нужно наводить И смотреть, что там написано Это фейлы от джинса Так что все в порядке Так, ну вот вагон Боеприпасы в вагоне Так Боеприпасы в вагоне Но Пока что я не вижу Никаких боеприпасов в вагоне Может А может вот в этом вот вагоне Кстати, погодка не из лучших На самом деле Зато Хотя бы Я уже Меня немножко отпускает Знаете Так И вот же вагоны Где здесь боеприпасы Что за кидалова Здесь нет боеприпасов Там нет боеприпасов Нигде нет боеприпасов Короче, в любом случае Они у меня где-то под носом Все это время были Походу Это я туплю, ребят Все нормально Так и должно быть Как же меня шатает Успокойся, джинс Это же не вагон Здесь вряд ли есть боеприпасы Почему нельзя завести Эту тачку Я бы поехал Может в этом вагоне Но Сюда тоже нельзя залезть Что за подстава Стремные звуки Какие-то здесь Вообще жесть Ладно Короче Если что Сюда вернемся В любом случае Я думаю Мне в комментариях Напишут Что Я не совсем внимательный И боеприпасы Были у меня в итоге Под носом А мы идем дальше Ребята Вперед на свалку Как раз таки Там у меня два задания Я думаю К Сидоровичу Мы еще вернемся Кстати У нас уже отпустило Слеганца Поехали Так Ну что У меня есть Что-то энергетики Опа И побежали Все прекрасно Так Ну что Сохранимся Че уж там Раз уж мы бежим В следующую локацию Я думаю Так просто Нас туда не пустят На свалку Тан-тан-тан-тан Тара-та-та-тан А может и пустят Кто знает Но мне что-то кажется Что там будет Дофигища противников Опа Здорово, ребята Уже как минимум Двоих я здесь вижу Черт его знает Сколько их там всего Но У меня не так уж Что и много патронов Как кажется На самом-то деле С этим надо Что-нибудь придумывать Ребятки Может вы меня Просто пропустите Да я вижу Что ты целишься Уже у меня Ну что поделать Давайте воевать Да уж Не особо Хорошее начало На самом деле Так Ну один упал Или даже двое Ну патронов то осталось 48 всего лишь Так Ребят А что у вас есть Интересно Двух стволочки Ничего на самом деле Интересно У вас нет Хотя нет Есть Был не прав Так Это все что ли Нет Это не все Так Тридцатка Осталась А чтобы перейти дальше Нам нужно в само здание Что ли заходить Погодка не из лучших Конечно Так А ну-ка Что интересного У тебя есть Много чего На самом деле Так А тут еще бойцы Будут какие-то По-любому Ждет меня здесь Кто-то Вот я вам Серьезно говорю Так Перейти на следующий уровень Да погодьте Да Тихо Я не готов Пока еще Переходить на следующий уровень Нужно здесь же Все смотреть Я вот не знаю Стоит ли мне идти Уже на свалку Ну потому что По идее Я здесь еще много Всего не закончил На самом-то деле Так Что у вас здесь Здесь я все Смотрел Блин Я бы только что Сгонял конечно К Сидоровичу Так Пождите А это кстати Получше будет Да 44 Ну хорошо Давайте пойдем На свалку В любое время Можешь сюда вернуться Если что Правильно Ну давай Вообще там По идее Должно быть много зданий Я думаю Скоро уже появятся Какие там первые группировки Или что-то около того Поэтому с этим Все мы будем Обязательно разбираться Убить вожака бандитов Я пока ничего не врубаюсь Какого вожака бандитов? Так Это свой парень Да А ты мог пораньше сказать Что это бандиты? Может и не сдох бы Так По-моему здесь не было Их вожака Но это какие-то Слабые бандиты За К отряд нейтрала Мы выбили бандитов Состоянки брошенной техники Предлагаем ответную Контратаку У нас мало ли Понятно короче Ну прости Юрик Предложить свою помощь бесу Какому бесу? Ланнистеру что ли? Жаль я не умею так цвистеть Знаете А вот это как Когда шутки очень смешные Как у меня прям Так Разрядить 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 Средить Что здесь у нас? Самая яркая какая? Вот это да? Так Мне говорят сюда идти Кто здесь у нас будет? Какая же здесь все таки Неудобная карта? Я конечно может еще не свыкся Но вот неудобно и все Так стоп Здесь я уже прошел Подождите-ка У меня здесь много заданий На самом-то деле Это что за задание? Поговорить с бесом Ну давайте поговорим с бесом Раз уж мы на свалке-то Нам ничего не остается Как с бесом разговаривать А вот и свалка ребята Здравствует следующая локация Ну что ребята Давайте с бесом Мы поговорим уже в следующем эпизоде Если вам понравился этот эпизод Ставьте большие пальцы вверх Подписывайтесь на канал Пока и удачи вам Всего хорошего Ах да Если этот эпизод наберет 500 больших пальцев вверх Следующий эпизод я сделаю часовым Опять Ну это получился почти часовым Ну просто знаете Если я сейчас начну разговаривать с бесом То это затянется еще на много времени Поэтому пока ребята Удачи вам Встретимся в следующих эпизодах Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому